Я не знаю, это уже всё. Я не знаю, что подсказать. Если бы он вовремя убрал протестату, тогда ещё можно было как-то жить. Рак, значит, надо сразу всё нафиг вырезать. Метастазы в костях – это всё. Если бы я, вот у меня так было, я бы пошёл ходить просто. Ходить и поститься на воде. Это единственный способ сжечь что-то в организме. Вот у меня сегодня… Я спал, когда у меня был вирус в организме. Он всё равно как-то начал крепнуть, несмотря на вчерашнюю баню. Потому что вчера пропарился хорошо, вроде полегче стало. А потом, вроде, может, перегрузился, я на лекции, не знаю. Но он опять пошёл как бы меня побеждать. Ну, я сегодня пересеял себя, побежал. Очень трудная была пробежка, пуль зашкаливал просто. Но во время этой пробежки я полностью уничтожил весь этот вирус. То есть он сейчас есть, но еле живой просто. То есть была борьба просто, в которой я победил и всё. Ну, то есть, ну, понимаете, я тренируюсь. А он уже истощённый человек, то есть он уже еле живой. И как он будет побеждать эту опухоль, я не знаю. То есть моё мнение, я не буду говорить. Вам трудно будет это переварить. Надо молиться за него просто. Каждый выбирает свою жизнь. Я вам рассказываю, как надо жить, чтобы не болеть раком. Если вы будете раз в неделю ходить по 4 часа, бросите мясо, и раз в 3 недели, 4 недели по 2,5 сутки поста на воде, то вы не можете просто заболеть раком. Просто не можете. Ну, если вы ещё не курите и не пьёте. А? Как? Каждому относятся. Каждому относятся. Вот если вы ходите раз в неделю 4 часа, ну, как бы, ну, даже хотя бы полутора суток поститесь раз в 3 недели. Ну, то есть с вечера и до утра. То всё сгорит ненужное в организме. Это невозможно. То есть в организме нет такой функции заболеть раком. Организм знает, что ему мешает. Это божественное творение. Он знает, у него нет никаких проблем со здоровьем вообще. Проблемы – нехватка энергии. Если человеку не хватает энергии, значит, организм не может уже работать нормально. Чем старше человек, тем меньше самостоятельная энергия заходит в организм. Нужны аскезы, чтобы она заходила. Аскезы нужны. У кого-то начинается лишний вес сначала. Потом это доброкачественные опухоли. Потом злокачественные. Это старение. Это не то, что у меня такая конституция. Это старение. Оно побеждается длительным движением постом на воде. Это означает желание жить. Желание жить не означает «мама, мама». Желание жить означает длительное движение плюс пост на воде. Для тех, у кого лишний вес или простуды. Простуды означают токсины в организме. Всё. Мама, мама не поможет. Если хотите жить, значит, делайте то, что я сказал. Всё. И вы будете жить. Видите, я сижу перед вами, хотя ночью у меня была температура. У меня сейчас отличное самочувствие. Потому что я сжёг эти токсины с помощью вируса. С помощью движения просто. Я то, что делаю сам, то и вам и говорю. У меня жена бегала-бегала тоже со своим узлом в щитовидной железе. Боялась, что делать. Я говорю, длительное движение. Она начала ходить по 4 часа. До свидания. Узел начал рассасываться. Уменьшаться сразу на глазах. У него виден. Он пошёл уменьшаться. Всё. А врачи говорили, там опасность рака. Всё, как положено. Удалять предлагали. До свидания. Узел. Всё, пошёл рассасываться. Всё зависит от вас. Хотите жить, живите. Не хотите, помирайте. Желание жить означает аскезу. Не означает. Мама, мама.